Добрый день! Представьтесь, пожалуйста. Добрый! Меня зовут Ирина Александровна Мордакина. Я являюсь тренером сборной Республики Хакасия, тренером сборной России по настольному теннису и связались с поражением паранаблигательного аппарата. Сейчас мы находимся в теннисном зале, где у нас ежедневно проходят тренировки с любви с ограниченными возможностями. С ними мы уже работаем четвертый год. За четыре года, я считаю, что у нас очень большой рост произошел и в результатах, и в количестве начинающих спортсменов, которые просто с нуля пришли в этот зал, и на сегодняшний день вот такие, как Ирина, они просто стали чемпионами России. То есть на сегодняшний день четыре человека в моей сборной попадают в состав сборной России. с ограниченными возможностями. Это Исааков Григорий, пятый класс, это Александр Соколов, четвертый класс, это Инна Балахчина, четвертый класс, и Игорь Лунг, второй класс. На данный момент мы готовимся к поездке в Санкт-Петербург, которая состоится с 19 по 24. Санкт-Петербург, декабря, это будет Кубок России, и всероссийские соревнования Кубок Петра Первого. То есть для людей, кто на коляске, они проводят Кубок России, те люди, которые ходячие, которые тоже имеют инвалидность, это с шестого по десятый класс, они играют сто, они играют в всероссийские соревнования. То есть организаторы позаботились, чтобы было всем удобно приехать и сразу выступить на двух соревнованиях. То есть мы сейчас готовимся к выездам. На сегодняшний день, я насколько знаю, у вас нет возможностей или финансирования? Какая проблема? Почему вы не можете уехать на Кубок России? У нас, конечно, финансировали. Изначально это такое соревнование, как Кубок России до сегодняшнего года всегда попадал в календарный план Министерства спорта. Но в этом году почему-то решили, что на него денег, финансирования не хватит. И все ребята, перед тем, как ехать, я готовила несколько спонсорских писем, чтобы помогли нам с поездкой. Наши спортсмены также. Это не единственное соревнование, на которое мы искали помощи у спонсоров, у людей, которые просто откликнулись, знакомые, которые переводили по тысячу, по две. То есть хотели хоть как-то поучаствовать. Но это не единственная проблема, как я выяснила на сегодняшний день. И мало того, что мы нашли, кто-то взял кредиты, кто-то нашли выходы, кто-то занимает у родственников, то есть поехать на эти соревнования. Но у нас возникает проблема, даже, допустим, если мы решили сэкономить по билетам и улететь из Красноярска, то у нас возникла такая проблема, как добраться до Красноярска. Несмотря на то, что в нашей школе на федеральные деньги был куплен автобус с подъемником специально для них с ограниченными возможностями. Но им почему-то мы не пользуемся, потому что, опять же, нет статьи ГСМ. И мы вынуждены оплачивать бла-бла-карт. То есть я ищу частных лиц. А это на сегодняшний день не так просто, потому что люди, которые не работают с такой категорией людей, они не понимают, какие сложности бывают. То есть это место должно быть и в машине, это сложить и коляски, и самих их пересадить. И если это большой автомобиль, то это при помощи ног ты можешь залезть и на заднее сидение. А так как люди парализованы, и это до грудного отдела большинство спортсменов, то есть для них это самая элементарная проблема просто сесть в автомобиль. В нашей школе нет сопровождающего лица, которое, по идее, должен находиться в любой школе по адаптивному спорту. Этой ставки нет у нас. И поэтому я выполняю все. Я и тренер, я и носильщик, я и складываю коляски, я помогаю им где-то перемещаться. Подавать, одевать, то есть проблемы разные. Очень жалко и обидно, что наше руководство этого не понимает. То есть на сегодняшний день у нас проблема возникла. Мы долго искали машину до Красноярска. Нашли. Нашли машину до Красноярска. Проблема уехать с Красноярска. Тоже проблема. Нашли. То есть отзывчивые люди, но хотя тоже еще непонятно. Я надеюсь, конечно, что никто меня не подведет, потому что с этими людьми мы лично не знакомы. Это были только телефонные разговоры. Но как-то мы привыкли доверять людям. На сегодняшний день возникла проблема даже в том, что мы нашли... Нам пришел вызов официально на соревнования. Мы нашли все деньги на этот выезд. Но руководство мне, допустим, не оплачивает заработную плату за ту неделю, которую буду прибывать на соревнованиях. Хотя соревнования всегда входили в тренировочный процесс. Это часть тренировочного процесса соревнований. Но на сегодняшний день наше руководство, именно Евгений Калесников, решил, что так не надо. Это моя прихоть, видимо, что я езжу на соревнования. Это Кубок России, который для моих спортсменов считается очень главным этапом. И сборная, тренерский состав, сборная тоже смотрит, как лучше комплектовать команду. Если мы будем не ездить, и мы будем жить только и участвовать только в тех соревнованиях, которые нам дали финансирование Минспорта, это у нас будет только чемпионат России, то извините, а о чем может идти дальше? Какое развитие вида спорта? И вообще, можем ли тогда адаптивный спорт вообще в нашей республике? То есть все красиво, показывают на сайтах, да, молодцы, кубки, но никто не думает, что за этим стоит. На сегодняшний момент, просто к концу года, видимо, у нас у всех кончились силы, и мы не знаем, в какие инстанции идти, чтобы нас просто услышали. Мы были Минспорта, но денег нет, но денег нет. Хорошо, на какие-то определенные виды спорта деньги есть, на нас денег нет. То есть я считаю, что нужно чуть-чуть как-то расставлять приоритеты. У меня, допустим, два спортсмена, таких как Соколов Александр и Исаков Григорий, и Григорий вообще сейчас 19-й в мировом рейтинге, то есть, и у него сейчас есть шансы попасть на Паралимпийские игры. То есть никому это, видимо, не надо. А для того, чтобы поехать, нам нужно выезды на международные соревнования. То есть никто не слышит, видимо, для самой республики это тоже неинтересно, что ли. Я вообще никогда не знаю, нужен вообще спорт в фокасе или нет. Ну, как бы вот на такой прям ноте мы послезавтра выезжаем на соревнования. Скажите, пожалуйста, сколько спортсменов завтра выезжает на турнир? Семь. Семь спортсменов. А у вас идут весовые категории? Или как у вас? У нас класс распределяется в зависимости от травмы. Это какая, я понимаю, мозговая травма. То есть те люди, которые на сколясках, это первый и пятый класс, то есть в зависимости от отдела, который у тебя сломан позвоночник. А с шестого по десятый класс это ходячие спортсмены, это ДЦП, это ампутации, ну и так далее, различного рода. Ну, то есть на сегодняшний день у нас выезжает именно семь спортсменов от рекордсменов. Семь спортсменов. Есть чемпионы России? Чемпионы России, да, их четыре человека. Четыре человека. Пофамильно можно? Можно. Григорий Исаков, это пятый класс, Александр Соколов, четвертый класс, Инна Балахчина, четвертый класс, Игорь Лунг, это второй класс. То есть плюс в команде, мужская команда у нас уже три года подряд стала чемпионами России. И Кубок России мы тоже выигрываем мужской командой. То есть для нас это прям, мы уже задержались на этой позиции и не хотелось бы никому ее освобождать. Это Кубки, это, наверное, только часть. Это за последние, вот, кстати, все Кубки, которые подоставлены пинт за команды зачет на чемпионате России. А вообще все эти мы привезли в прошлый год. Это все, вот, кстати, с Кубка России. То есть это все у нас Кубки России, да? Да. И в основном смотрю... То есть остальные я даже не принесла, они тут стрейдерские, то есть как бы все, что там... То есть Кубков у вас много? Да, Кубков у нас много, медалей еще больше. И вот в составе сборной России в сентябре месяце у нас, август-сентябрь, был выезд. Григорий Исаков ездил в Китай и тоже стал бронзовым призером. Слышал, вроде как в Таиланд ездили еще выступали. Таиланд это был с 16-й год. Кстати, поездка была тоже за счет спонсоров. То есть эта поездка была за счет спонсоров. То есть нам надо было спортсменами добавить всего лишь часть. Вот. Поэтому как бы она была за счет спонсоров. Ну, я должна сказать, что 16-й, наверное, 17-й год были самыми плодотворными такими за счет того, что мы там задержались в рейтинге. Но я должна вам сказать, что в международном рейтинге если вы в течение года не выезжаете на международные соревнования, вы просто автоматически попадаете этот список. И для того, чтобы потом восстановиться в нем, вам нужно снова приехать и у вас занимается определенное количество единиц. То есть для наших спортсменов это цель жизни. И тут же Григорий Исаков говорит, я сделаю все, но опять сколько мне надо. Полмиллиона, чтобы достичь всего. И опять же, говорит, я не только за себя, я за Республику Факасио, я за Россию. Почему наше руководство в этом не заинтересовано? Будем решать, будем смотреть. Кого бы вы могли сейчас нам представить? Ну, можно вот Александра Соколова, а потом может Инна сказать. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Добрый. Меня зовут Александр Соколов. Я являюсь мастером спорта России в среде лица с ограниченными возможностями здоровья по настольному теннису. Я вхожу в сборную России третий три года подряд уже. Настольным теннисом я занимаюсь уже седьмой год. Четырехкратный чемпион России, двукратный серебряный призер России, неоднократно я выигрывал Кубки России, я бронзовый призер Всемирных игр Айвас. Где они проходили? В Сочи в 2015 году. Я призер всероссийских соревнований в 2017 году. Третье место Барселона, Испания, Венгрия, Румыния. То есть вы поездили по миру. Какой у вас самый ценный для вас кубок? Такой душевно ценный, который самый тяжело доставшийся может быть? Самый тяжелый самый для меня ценный это всемирные игры 2015 года. Это которые в Сочи проходили? я занял третье место. Сколько участников было? Участников было в моем классе 10 участников в моем классе. Я так понимаю там были люди со всего мира. А на сегодняшний день за последний период какие-то достижения или какие-то проблемы с которыми возникли? За минувший год 18 я выехал всего один раз на соревнования на чемпионат России. Наше руководство наша школа выделила одну поездку всего на чемпионат России. Убрали все международные турниры все российские соревнования кубок кубок России в этом году тоже не заложили вот мы сейчас идем за свои деньги нашли деньги кто кредиты взял кто где занял денег выезжаем за свои деньги в этом году стало очень плохое финансирование я есть в международном рейтинге какая позиция у вас я примерно где-то 40 может 42 примерно вот так за последние три года я посещал рейтинг набирал набирал в этом году денег нету я никуда не выехал был есть шанс отобраться на Токио на паралимпиад в 2020 году надо посетить 4 турнира один на другом континенте должен быть видите чтобы набрать определенные очки баллы чтобы упасть на олимпиаду наше руководство не выделяет ничего не запланированного вот такие вот проблемы получается мы с вами из-за недофинансирования можем потерять серьезный турнир в виде олимпиады да если я не съезжу на 4 турнира я не попаду на олимпиаду представьтесь пожалуйста здравствуйте меня зовут Лунг Игорь Александрович я являюсь кандидатом мастера спорта по настольному теннису занимаюсь под руководством Ирины Мордакиной трехкратный чемпион России по настольному теннису в командных соревнованиях двукратный бронзовый призер чемпионата России также неоднократный призер и чемпион Сибирь генеральных соревнований расскажите вообще о своих путешествиях о своих соревнованиях может какие-то запомнились как необычные или может тяжелые в плане в том числе наверное и финансирования обычно запланированные у нас тренером соревнования это чемпионат России Кубок России на сибирском федеральном уровне соревнования в Кемерово проходит открытый чемпионат ездили международные соревнования а в Кемерово поездка у вас была в прошлом году насколько я знаю нет осенью мы ездили в Кемерово этой осенью пришлось ехать на своем личном автомобиле как мне так и Александру вести всю команду в общем дорога была очень тяжелая так как намело снега гололед и так далее приехали туда там возможности в квартиру не было затем мы во-первых снимали квартиру за свои деньги а во-вторых когда приехали увидели что там ничего не оборудовано ну короче поездка была не очень удачной ну и пришлось еще потом мало того что эти проблемы пришлось все играть на следующий день и после игр мы поехали сразу же отправились домой было очень сложно то есть это один из самых сложных турниров был? ну скажем так по значимости он не самый сложный самая сложная была именно вот дорога как мы туда нам пришлось самим добираться туда на своих автомобилях мало того что еще и за свой счет получил то есть финансирования абсолютно никакого не было не было а спонсоры вообще помогают не помогают и так а вот по Кемерову какие еще были такие основные трудности? когда мы туда приехали в сам город было уже очень поздно шел снег и температура была довольно низкая и мы увидели что заход заезд пандусов абсолютно никаких нет в дом в квартиру которую мы сняли но мы обзванивали множество квартир и хостелов и мест нигде не было и нам пришлось вот как-то подниматься в эту квартиру придумывать выкручиваться мы наняли двух грузчиков и они нас туда по ступенькам затаскивали ступенек там больше 20 в подъезд и в подъезде еще около 15 ступенек вот потом что еще хочу сказать тренера нашего не отпускали в Кемерово выехать в Кемерово не отпускали в этом тоже была сложность это первое во-вторых мы ездим у нас наш тренер нам приходится как и за грузчика и за носильщика и так далее как сопровождающий да да нам очень помогает и с сумками и с колясками в общем и по морозу и так далее а что бы вы хотели еще добавить хотела добавить про международное соревнование каждый год проходят международные турниры этапки Кубка Мира на которые по возможности спортсмены должны ездить чтобы повышать свой уровень для этого тоже нужны немало денежные средства вот мы ездили в 2017 году я ездил конкретно в Венгрию вот поучаствовал увидел что турнир что там сильные спортсмены что есть куда расти с кем соревноваться также вот Саша с Гришей ездили неоднократно на международные турниры и набрав определенный рейтинг они сейчас не могут выехать на эти турниры и в результате этот рейтинг можно потерять а этот рейтинг дает то что можно попасть на паралимпийские игры вот но это очень значимый как бы игры все знают об этом вот ну и все сколько лет вообще необходимо чтобы набрать уровень и рейтинг для попадания на олимпийские паралимпийские игры это все зависит от мастерства спортсмена в среднем у каждого спортивные способности и таланты разные но кто-то может за три года набрать но допустим Гриша занимается больше 20 лет теннисом и вот он сейчас начал выезжать на международные соревнования около 3-х лет он ездит 2-3 года я ездил один раз Саша тоже около 2-х лет ездит вот парни показали довольно неплохие результаты и вот сейчас нет возможности выехать как бы все что наработано можно в принципе потерять все спасибо большое добрый день представьтесь пожалуйста добрый день я была Чинаина Михайловна занимаюсь настольным теннисом у тренера Вардатина Ирины Александровны уже 3 года за эти 3 года побывала на разных соревнованиях включая чемпионат России Кубок России Петра Сибирский федеральный округ проходящий в Кемерово занимала призовые места то есть на чемпионате России бронзовый призер в этом году я стала чемпионом России также занимала места на Кубке России там первые третьи в команде и в личных соревнованиях какие вот у вас сложности возникают проблемы сложности ну вот ввиду того что я стала чемпионом России как бы тоже надо бы выезжать на международные игры и финансирования соответственно нету и сейчас вот выезжать на Кубок Петра на Кубок России получается берем кредиты и все остальное для того чтобы как-то повышать свой уровень и так же вот по поводу коляски у нас был председатель общества инвалидов маслов Алексей Владимирович он скончался и он занимался вопросом моей коляски так как школа Ирбис в лице директора Колесникова пообещали мне купить спортивную коляску и все дело встало то есть как бы Алексея теперь нет и директор то есть соответственно тоже никаких действий не производит для того чтобы заниматься именно теннисом надо чтобы была коляска соответствующая именно вот такая активная активно-спортивная такая вот коляска и вот Алексея теперь не стало и соответственно я осталась без коляски финансирование да тоже поехать на международные игры куда-то никак не получается спасибо вам большое за интервью удачи вам в ваших начинаниях мне бы хотелось чтобы вы максимальное количество турниров посетили и чтобы все попали на параолимпиаду и нашу Хакасию подняли в международном рейтинге до самых высоких высот спасибо мы стараемся добрый день представьтесь пожалуйста здравствуйте я Акатова Наталья Лермановна мама Акатовой Светланы поэтому лицо прямо заинтересовано в развитии нашей команды по теннису и хочу сказать о том что за последние годы наша команда поднялась на более высокий уровень благодаря нашему тренеру но вопреки нашему руководству почему потому что для наших спортсменов инвалидов спорт это жизнь по сути дела вся социализация физическое состояние связано со спортом потому что внедриться в обычную жизнь в других планах допустим на работу пойти весьма проблематично и поэтому наши ребята работают не по детски то есть с утра до вечера они тренируются чтобы показать результат от руководства тренера для того чтобы выехать куда-то на соревнования чтобы показать этот результат и они его показывают чтобы на основании этого результата они получили какие-то денежные дивиденды которые они потом вложат в свое же здоровье в свою социализацию в свой жизненный уровень то есть наши ребята не сидят на иждивении общества и стараются не сидеть но если в этой цепочке что-то нарушено то естественно результаты будут аннулированы то есть если ребята тренируются тренер их тренирует а на соревнования они не могут попасть значит они не могут показать результат заработать денег для того чтобы себя содержать и получается что вот в этом третьем звене выезд на соревнования происходит у нас постоянно сбои то есть ребята вынуждены за счет своей пенсии выезжать на эти соревнования организовывать свое проживание организовывать свой проезд и порой даже мне страшно даже в Кемерово они ехали 9 часов сами по гололеду для того чтобы показать результат и тогда возникает вопрос а нужна ли Хакасия эта команда по сути дела уже созданная большим трудом если руководство школы не хочет вложить в уже создавшуюся команду каких-то своих организационных возможностей деньги какие-то или хотя бы организовать их проезд организовать их проживание все говорится о том что нет финансирования и за счет этого финансирования значит не ставится соревнование а зачем тогда тренируется команда которая не может поехать на соревнования это получается что мы вкладываем деньги безрезультативные что ли времяпровождение с одной стороны Хакасия вроде должна гордиться тем что у нас единственный тренер который входит в сборную России такого уровня гордиться что наши спортсмены занимают ведущие места по России а с другой стороны мы хотим гордиться но не вкладывать никаких усилий для того чтобы эти спортсмены себя проявили создается странная ситуация конечно хотелось бы чтобы она разрешилась все-таки в пользу спортсменов и помимо того что перестали ставить припоны в работу нашего тренера начали вкладывать нашу команду спасибо вам большое за мнение и какие вот у нас с вами еще есть неприятности 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 с одной стороны есть такое постановление еще было привязано Михаилович из имени что все спортсмены которые входят в состав сборной России и получают единовременные выплаты то есть от 20 и до 30 тысяч в зависимости либо это юношеская либо это взрослая сборная то есть на сегодняшний день у меня 4 человека получают стипендии ежемесячно и единовременные выплаты которые были назначены в зависимости от места в зависимости от результата и занявшего места то есть они получаются получают их раз в году обычно это бывает летний период времени то есть по итогам года вот существует такая у нас даже итоговая своеобразная где приглашаются все спортсмены но к сожалению в этом году на итоговую наши спортсмены именно вот мои спортсмены которых 4 человека они не были приглашены на данную итоговую в том числе и я им были выплачены деньги те суммы которые они действительно заслужили которые выиграли а меня как тренера нашли какую-то поправку и решили лишить этой премии совсем то есть я обращалась к Евгению Викторовичу как к своему собственному руководителю чтобы он повлиял то есть пошел Минспорт задал им соответствующие вопросы ну видимо это не надо то есть не надо то есть ну не получили ну и ладно работайте дальше Ирина Александровна Ирина Александровна это все глотнуло в итоге все мои спортсмены я могу сказать просто сбросились из своих денег потому что нам нужно было дальше ехать на соревнования с тем же Григорием потому что Москва оплачивает нам проезд только допустим Москва-Пекин Пекин-Москва а до Москвы мы должны были добираться сами из сметы на Григория на 65 тысяч нам было выделено 50 то есть остальные мы сами ну и там плюс страховки международные и так далее это естественно все было за свой счет то есть ну это вот казалось бы такой мелочью эти премии но их нет и как бы никто не заморачивается сказали что внесут в постановление изменения на сегодняшний день неизвестно были ли унесены эти поправки потому что в принципе никто не заинтересован и хотя я думаю может быть если бы мы сразу причем не я одна а Михаил Хоботов который тоже является тренером по легкой атлетике только и тоже занимается с детьми подростками с поражением проявительного аппарата и с глухими то есть он просто махнул рукой ну просто обидно это мы сглотнули дальше ничего это не идет ну просто сейчас уже видимо накипело и столько всего много проблем которые возникают вот не только с финансированием конечно хотелось бы обратиться наверное ко всем неравнодушным я не прошу каких-то больших сумм которые ну это может быть тысяча это может быть 500 рублей понимаете это может быть даже вот оплата тех же страховых соревнований которые мы оплачиваем вот это может быть даже тот же проезд который мы сейчас вот может кто-то нам вдруг есть такие которые допустим работают в Булаблакаре в том же когда нам нужны поездки вот мы перелеты у нас часто бывают там с Красноярска да просто добраться просто помочь нам уехать туда то есть ну откликнитесь а свою банковскую карту я оставлю вот Вячеславу если что обращайтесь телефон будет я думаю тоже указан спасибо большое я надеюсь у нас неравнодушных людей много я надеюсь нас увидят они и помогут потому что на самом деле развитие спорта развитие спорта не только в России в Хакасии во всем мире но очень важно и я все-таки также прошу подключаюсь к просьбе надеюсь что вместе мы поможем нашим ребятам в том числе буквально вот вы когда вы летаете мы 19 19 числа с утра уже вылетают даже говорю 100 рублей поможет где-то просто элементарно покушать спасибо вам огромное всего хорошего удачи вам благ вам всем и здоровья добрый день мои подписчики сегодня я в интересном месте это у нас адаптивный спорт по настольному теннису здесь у нас с вами занимаются призеры чемпионы России Европы мира азиатских стран путешествует очень много не только по стране но и по всему миру 19 числа они выезжают в Москву на первенство России к сожалению у них возникли трудности с финансированием спорткомитет Республика Кассия денег не дает хотя этот турнир запланирован был к сожалению приходится спортсменам за счет своих пенсий за счет взятия кредитов оформить свою оплатить свою поездку вот к сожалению с такими трудностями мы с вами сталкиваемся везде во всех видах спорта хотелось бы чтобы большинство людей увидели именно вот этот сюжет этот крик души снизу будет номер карты большая просьба неравнодушных людей перечислить то сколько может 50 100 10 рублей каждая копейка в поездке будет очень необходима и нужна всем большое спасибо поздравляю всех с наступающим новым годом дай бог нам всем здоровья терпения силы воли духа будьте людьми всем пока пока и и Субтитры подогнал «Симон»